День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Настоящий цирк. Вопреки антипрививочной кампании в соцсетях в Рязани увеличивают темпы вакцинации. Зеленая зона Рязани. Лесохрана представила прогноз пожароопасности в регионе. Со скоростью ветра Рязань готовится принять Всероссийский фестиваль аэростатов. Начинаем с главной темы. В Рязанской области продлены коронавирусные ограничения. До 19 июля включительный и обязательный режим самоизоляции для неработающих пенсионеров старше 65 лет. Для работающих лиц с хроническими заболеваниями режим самоизоляции носит рекомендательный характер. Впрочем, только лишь ограничительными мерами сейчас явно не обойтись. Я о вакцинации. В Рязани открылся дополнительный прививочный пункт в помещении городского цирка. Темпы вакцинации в Рязани пока не впечатляют. Да что там в Рязани. Вся страна разделилась напополам. Уж точно никто не хочет, чтобы выбор, прививаться или нет, за них делал кто-то другой. Понятно, что с кнутом принудительные вакцинации в регионах явно перегибают. А вот метод с пряником может стать очень даже действенным. В Рязанском цирке за укол на их территории, а под куполом уже открылся новый центр вакцинации, пообещали бесплатный билет на представление. За последние две недели количество заболевших в регионе стало больше на треть. На сегодня вакцинация один единственный эффективный способ остановить дальнейшее распространение инфекции. Темпы, как сказала Лен Санна, этой прививочной кампании, наиважнейшей в нашем регионе в последнее время, немного выросли. Но они должны быть еще выше. Я прошу все ответственные за организацию проведения вакцинации в ведомство максимально активизироваться, в том числе в работе с населением. Информировать, аргументированно убеждать в необходимости, важности и безопасности прививки. Подчеркиваю, сейчас принимаемые меры носят не обязательный, а рекомендательный характер. Мы рассчитываем исключительно на здравый смысл людей и адекватное осознание складывающейся обстановки. Пункт вакцинации в цирке 65-й по счету. В абсолютных цифрах в области уже привилось 134,5 тысячи рязанцев. 107 из них уже вкололи оба компонента спутника ВИ. Как, кстати, и президент страны, Владимир Путин вообще хедлайнер прививочной кампании. Надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру. Знаете, я чего только не слышал, что ничего нету. На самом деле никакой эпидемии не существует. Вот я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные. Ну, не знаю, откуда они это берут. Что руководители, когда говорят, что во всем же мире это происходит, да, руководители стран сговорились. Но они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир. Но многие же верят, что... И все взяли, собрались и сговорились. Но это же чушь. Пока что власти Рязанской области ужесточать меры не намерены. Создание коллективного иммунитета в руках самих рязанцев. Судя по очередям в пунктах вакцинации в Атроне, Глобусе, а теперь еще и в цирке, сознательные граждане все-таки большинство. Авиалесоохрана совместно с Росгидрометом представили подробный прогноз пожароопасности на июль. Конечно, он пока предварительный, поэтому вроде как попадание в красную зону Рязанской области не грозит. Валерий Седов подробнее. Это уникальный прогноз пожарной опасности. Красным цветом выделены зоны, в которых риск возникновения пожара выше среднего. План разработан на основе долгосрочного прогноза погоды Росгидромета и данных авиалесоохраны о горимости лесов. В настоящее время к антропогенным факторам возникновения лесных пожаров добавился и природный фактор. Наблюдается высокая грозовая активность на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. И большинство пожаров, действующих в настоящее время, возникает по причине гроз. Рязанская область находится в зеленой зоне, то есть опасность региону, по прогнозу, не грозит. Но и то, что часть округов отмечена красным, совсем не означает, что ЧАЭС там будет. Все зависит от соблюдения правил пожарной безопасности. В авиалесоохране отметили, что причиной всех пожаров весеннего и осеннего периода является человеческий фактор. Также важно возгорание обнаружить как можно раньше. Для этого лесопожарные службы следят за ситуацией как с земли, так и с воздуха. Нужно работать на опережение, как бы думать головой. На этом пожаре тут мы копаем, потому что здесь трудодоступная местность, горная, то бишь высота большая, воды здесь нет, ничего нет, только лопата. Командировка Алексея Николаева началась 7 мая. До сих пор он в лесах борется с пожарами. А их сейчас в России 228. Цифра большая, особенно если учесть площадь территории, охваченной огнем, 228 тысяч гектаров. Притом половина это пожары в Якутии. По сообщениям МЭШ имеются 99 очагов возгорания. Самый крупный в Тампонском районе, всего в десятки километров от ближайшего села. За сутки верховой пожар преодолел 30 километров. Еще на территории 19 районов сохраняется 4-й, 5-й классы пожарной опасности, сообщает местная пресс-служба МЧС России. Валерий Седов, телекомпания, город. 20 июля небо над Рязани станет разноцветным. Стартует фестиваль пилотов-аэростатов, известный далеко за пределами Рязанской области. Уже в 31 раз. В этом году, чуть раньше привычного начала августа. Самый первый фестиваль состоялся в 1990 году. Он не только прижился, но стал одним из культовых. Юбилейный 30-й год проведения неба России выпал на непростое время разгар пандемии. Границы были закрыты, и вместо ожидаемых полусотни тепловых аэростатов в небо над Рязанью поднимались около двух десятков шаров. Однако фестиваль состоялся, прошел успешно, а победителем спортивной части стал основатель неба России легендарный пилот Лев Борисович Маврин. В этом году, несмотря на непростую обстановку в мире, фестиваль состоится снова. С 20 по 25 июля мы проводим очередное наше любимое мероприятие Международное спортивное и культурное зрелищное фестиваль воздухоплавания с гордым высоким именем «Небо России». Мы были вынуждены подвинуться в раннейшие сроки, чтобы молодые наши пилоты успели после нашего мероприятия съездить на чемпионат мира среди молодых пилотов, среди пилотов не старше 30 лет. У них в позапрошлом году они были третьими, вдруг в этом году кто-то станет чемпионом и серебряным призером. Красивейшее зрелище, массовые полеты тепловых аэростатов над полями, лесами, реками и озерами – это прежде всего спорт. Спортивное состязание пилотов в мастерстве управления воздушным судном в точности расчета точки взлета, высоты и траектории полета, в том, как пилот сумеет все просчитать и воплотить на практике. Летное пространство в Рязанской области уникально и из года в год привлекает самых искусных пилотов и своей красотой, и особенностями ландшафта и ветров. В нашем регионе отмечают бессменные организаторы все условия для проведения не только Кубка России, но и мирового чемпионата. А что касается зрелищности и популярности, для зрителей неба России в условиях пандемии и особых мер при проведении массовых мероприятий выгодно отличается от других спортивных состязаний. Наш вид спорта, он уникален тем, что нас видно, ну, примерно с 15-20 километров. Иной раз вот прямо вот близко-близко приезжать на трибуну и занимать место не надо. Надо просто знать район полета и траекторию полета, чтобы насладиться, налюбоваться. А вечером мы стараемся не анонсировать, поскольку и так город забит, но все равно. Все, представляете, в радиусе 30-40 километров, видят нас, наблюдают и говорят, ну, слава богу, наши полетели. Утренние полеты проходят не позднее 6 утра. Решение о точке старта принимается в ходе утреннего брифинга около 4 часов утра. Анонсы размещаются в социальных сетях, наблюдать за полетами можно будет в течение 5 дней, в зависимости от погодных условий. Наша телекомпания непременно будет оповещать вас обо всех новостях и освещать самые интересные и красивые моменты легендарного мероприятия. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 1 июля – День ветеранов боевых действий. Пока что праздник не имеет официального статуса. С 2009 года его называют Днем памяти и скорби ветеранов боевых действий. Это день – дань мужеству и отваге тех, кто оказался на самом краю. С одним из таких героев пообщался Валерий Седов. Первая командировка в Чечню у Олега Лагуткина была 10 декабря 1994 года. 36-летний майор он руководил сводным подразделением СОБР. Отряд приземлился на Чкаловском аэродроме. Оттуда на Моздок, а после в Знаменское. Там мы дислоцировались. Сотрудники были достаточно полно вооружены, достаточно были информированы и так далее. Поскольку подразделение у нас в общем-то специфическое, поскольку там нет рядового состава, там все офицеры. И они четко понимали те задачи, которые стояли в тот период времени. Чеченских командировок было много. Длились они от одного до шести месяцев. За все время отряд выполнял не только оперативные задачи, но и контактировал с местными. Оказывали посильную помощь. О конкретных операциях ветеран СОБР не рассказывает. Говорит, что все время была одна главная цель – сохранить людей и выполнить задачу. Вот эти командировки чеченские, они все сплошные операции. Понимаете, как это выделить, что она чем-то могла отличаться, ну, одна от другой, ну, нет, конечно. Они все специфичны сами по себе. Неизвестно, что можно ожидать, допустим, через 5-10 минут. На официальный праздник – День ветеранов боевых действий, который отмечают 1 июля, Олег Лагуткин читает еще одним Днем памяти. Обычно они созваниваются со служивцами и встречаются на Аллее памяти. Последние два года планы нарушила пандемия. Хочу в этот день поздравить всех ветеранов боевых действий с этим праздником, с нашим. Пожелать всем доброго здоровья. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Экскурсии – самый популярный вид отдыха у туристов в Рязанской области. Привлекательности добавляет и тот факт, что столица края вошла в Золотое кольцо России. Впрочем, и без этого здесь немало уникальных архитектурных памятников со своей богатейшей историей. Помимо знакомства с Рязанским музеем, заповедником или, например, усадьбой Академика Павлова, туристам и горожанам нередко предлагают разбавить экскурсию посещением так называемых «счастливых мест». Олеся Котровская знает о них все. Одна из главных достопримечательностей нашего города – соборная колокольня. Памятник архитектуры 18-19 веков. Это одно из самых высоких зданий в Рязани. Примерно 83 метра. Но знаменита она не только этим, а связанная с ней городской легендой. Наверное, одно из старейших мест для загадывания желаний в нашем городе – это арка соборной колокольни. К сожалению, сейчас она в основном закрыта. А вообще считалось такое тоже народное поверье, что если, проходя под этой аркой, загадать желание, то она обязательно сбудется. Вообще, арочные проходы, как правило, часто наделяют такой волшебной силой. Не только в Рязани, но и в других городах такие легенды, такие предания есть. Здесь же, в Рязанском Кремле, есть небольшой арт-объект, который не обделен вниманием туристов. Это перо удачи. Оно находится рядом с музеем Рязанского леденца. По заверению экскурсоводов, если его потереть, это обязательно принесет удачу. Впрочем, такой же эффект гарантирован, если навестить рязанского косопуза. Потереть на удачу можно, например, его топор или мизинец. Мы видим, у косопуза уже мизинчик начинают натирать. С пальцами тоже есть определенные такие традиции. Памятник Есенину, который находится в Константиново, если обратили внимание, у него тоже натерт указательный палец. Все, кто фотографируется с памятником, так и норовят за этот палец схватиться. Он так выделяется. За него удобно браться, действительно. Ну и теперь есть легенда, что да, обязательно нужно подержаться за палец Есенина и загадать желание. Он обязательно сбудется. Грибная команда также сулит исполнить желание. Грибам гости города горожане натирают носы. Их можно встретить по всему городу и в городском парке на Лыбецком бульваре. Здесь же, кстати, на Лыбецком есть еще одно счастливое место. Когда-то в начале 90-х годов, прошлого уже века, здесь на Лыбецком бульваре проходил симпозиум скульпторов. И скульпторы из разных городов России делали различные объекты, которые впоследствии остались здесь на Лыбецком бульваре. И вот один из них как раз вот такой интересный абстрактный объект зарождения жизни. Но через много-много лет он приобрел новое звучание, скажем так, и стал частью вот такой композиции, стал сыром фактически. А рядышком находится маленькая мышка, которая тоже буквально сразу с момента своего появления обросла легендами, скажем так. Желающие могут вложить ей в лапку монету, чтобы достичь финансового благополучия. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok